Амга Слобода Амгинский центр культуры находится возвышенность села. В прямом смысле самое высокое и особенное место, где стоит часовня. Самая первая часовня в Амге была построена в 1860 году, а самую большую церковь здесь возвели в 1824 на средства священника Алексея Вичковского и прихожан. На это ушло более двух тысяч рублей. По тем временам это была очень большая сумма. И церковь была очень красивая. Значит, о ней есть упоминания. Преображенская Амгинская церковь она называлась. Кроме того, еще была звонница рядом с ней. Это была самая такая достопримечательность большая в Амге. Все ходили сюда на праздники, на все праздники ходили вот на это место. Это самое священное место. И по сей день. К сожалению, в 1936 году от детской шалости церковь сгорела до тла. В память об этом в 1997-м построена ныне стоящая часовня. И в 2010 году эту церковь, значит, она была освящена. Освящена прайтереем Якутской епархии Алексеем Зарубиным. Значит, проводятся здесь службы, литургии. Приезжает из Якутской епархии священник. В свое время сюда приезжал владыка Зосима, Роман и Илья. Церковь стоит на площади Славы, которая раньше носила название имени Широких Полянского. Но подробнее об этом в следующем выпуске. Как и предполагали эксперты, Ангинский ринг по боксу действительно жаркий. Практически на каждый бой выходят мастера спорта. Если первый бой выиграл Борис Сидоров из Чуропчи, кстати, весьма спокойно и уверенно, то со второго поединка в зал буквально гремит. На Нижних Играх всего заявлено 20 команд по боксу. Это 74 спортсмена. Действительно, специалисты не ошиблись в своих утверждениях. Бои прошли. На высоте были нокауты, отказы секундантов и даже самих спортсменов. Было заметно, что спортсмены прошли хорошую подготовку. Каждый месяц по 8 боксеров, которые отобрались за боевую путевку в прошлом году. И поэтому каждый бой будет очень интересен и увлекательен. Яркий и красивый поединок показали представители Вилюйской группы районов. Николай Матвеев из Нюрбы и Ян Максимов из Сунтар весовой категории до 49 килограммов. В этом поединке мастер спорта Матвеев одержал безоговорочную победу. На протяжении трех раундов спортсмен из красного угла работал первым номером, удерживая соперника на расстоянии. Это, несомненно, принесло свои плоды. Я работал первым номером. Идти вперед, сломать соперника. И бой в голосах. Идем я. Ну а сборы где проходил? Сборы в трюмфе, в Якутске. Первый день соревнований на ринг вышли 18 пар. Бои будут еще продолжаться до конца игр. А трансляцию полуфинальных поединков вы сможете посмотреть 6 июля на телеканалах «Якутия-24» и «Мамонт». Концентрация, скорость и быстрая реакция – одни из главных составляющих успехов на стольном теннисе. Конкуренция на седьмых играх народа в Якутске – серьезная среди участников титулованные спортсмены, мастера спорта России. Это давно формированная команда. Мы играем с 2010 года вместе почти. Много раз становились призерами республики в командном зачете. И в 2013 году выигрывали чемпионат республики. По рейтингу мы первые. Надеемся взять медаль. Один из фаворитов соревнований – команда Усть-Алданского района. В первый же день показывает отличные результаты и побеждает в отборочном туре нелендвинских соперников. Также в числе традиционных лидеров – черопчинцы и столичные теннисисты. Но загадывать, кто станет триумфатором в спорте – дело, как говорится, неблагодарное. По итогам квалификационных соревнований, которые проходили в течение всего прошлого года, появились и новые лидеры. Очень интересные, напряженные игры показали команды Сунтарского Улуса, Вилюйского Улуса и Кобяйского. На этом турнире играют два мастера спорта Российской Федерации. Это Василий Ульмянцев и новоиспеченный мастер спорта Российской Федерации – это Нюргун Саварайчев. Восемь столов – ровно столько для того, чтобы вместить всех участников. Этапы соревнований проходили максимально динамично. И пусть у болельщиков не так уж и много места, зато соблюдены все российские и международные требования к площадкам, где проходят встречи самих спортсменов. Это 14 метров в длину и 7 метров в ширину. И именно здесь, на этих двух центральных площадках, совсем скоро пройдут решающие финальные встречи. Самые важные и решающие встречи состоятся 5 июля. В этот же день теннисисты постараются записать на свой счет победы в личном первенстве. Пляжный волейбол для Якутии – это весьма новый вид спорта. И в программу спортивных игр народов Якутии эта дисциплина вошла впервые. Всего заявлено участников 31 мужская команда и 27 женских. Соревнования проводятся по четырем площадкам. Если брать во внимание то, что этот вид спорта только начинает развиваться в республике, на играх заявлено аж 58 команд. Организаторам пришлось разделить их на целых 8 групп. Для Якутии относительно молодой вид спорта и специфический вид спорта. Потому что у нас лето короткое, мы успеваем играть только июнь, июль, август. И чтобы развивать этот вид спорта, пляжный волейбол, в этом году включили программу седьмых спортивных игр. Уровень игроков в этом году, конечно, повысился. В связи с подготовкой к играм ребята, видимо, проходили сборы. Поэтому есть хорошая команда. Там Ленского, Улус района Мегина-Кангаласского, Амгинского. Все они здесь, на площадках находятся. Ребята из Кобяйского Улуса выступают на этих играх за сборную из Сузов Республики. Благодаря слаженной игре ребята в упорной борьбе обыграли противоборствующую команду из Чуропчинского Улуса. Причем Чуропча на этих играх числилась в фаворитах. Игра в целом сложилась трудная. Мы выиграли команду Чуропчу очень сильную. Фаворита команду выиграли 2-0. Вечером в Среднеколымском играем. А сами вообще давно играете? Мы сами вот начали с весны играть. Родные стены не помогли амгинской команде. Против них сегодня играли девушки из Усть-Алданского Улуса. На первой партии девушки ушли в отрыв в 16 очков. Итог партии 21-5 в пользу Усть-Алданок. На второй партии хозяева попытались сравнять счет, но не вышло. Итог встречи 2-0. Уже 9-10 лет занимаемся. А пляжным 3 года. Третья нас всегда поддерживает. Благодаря его мы советами выиграем. Для пляжников играть в жаркую и в солнечную погоду самое оно. Но синоптики прогнозируют облачную и весьма прохладную погоду на всем протяжении игр. Так что спортсменам за право стать победителями придется бороться и с капризами погоды. Мы находимся в новом многофункциональном спортивном зале в селе Бетюнце. Здесь уже второй день. Идут соревнования по сидячему волейболу или волейболу сидя. Этот новый адаптивный вид спорта впервые введен в этом году в программу Игр народов Якутии. Прямо сейчас я присутствую на разминке Мигино-Кангаласской команды. Сейчас они вступят в борьбу с командой из Амгинского Улуса. Волейбол сидя является паралимпийским видом спорта. Как и в классическом волейболе играют две команды из шести человек. Мужская команда по волейболу сидя должна состоять из четырех спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. Один спортсмен с минимальными поражениями и один спортсмен без ограниченных возможностей здоровья. Состав женской команды чуть отличается. Две женщины здоровые и один минимальщик. Также есть различия в высоте сетки. У мужчин она составляет 115 сантиметров, у женщин на 10 сантиметров ниже. А в целом правила такие же, как и в обычном волейболе. Команды играют пять партий, побеждает та, которая выигрывает три партии. Всего в волейболе сидя на седьмых играх народов Якутии принимают участие команды из восьми районов республики. Сюда попали самые сильные команды, которые прошли отбор на чемпионате республики Саха-Якутия. Восемь сильнейших команд попали. Поддержка болельщиков – это мощный стимул, дополнительная мотивация для спортсменов. На трибунах не было равных общественной организации «Амматюмсю», в которую входят выходцы из амгинского улуса, осевшие в разных уголках республики. Приехали поддержать своих земляков, и не только, но и других команд. Чтобы были позитивные эмоции, чтобы люди радовались, чтобы была у нас дружба, чтобы наша Амга встречала гостей, чтобы мы амгинцы такие гостеприимные, такие радостные. Всем мы рады. Групповой этап соревнований по волейболу сидя завершится 5 июля. 6 и 7 июля пройдут стыковые полуфинальные и финальные матчи. Название команд победителей вы узнаете, следя за нашими эфирами. На игровой площадке царит тишина. Но, несмотря на видимое спокойствие, соперники ведут напряженную борьбу. Каждый ход тщательно выверен. Соревнования командные, а потому от победы или поражения каждого участника зависит вся команда. Спортсменам ничто не должно мешать, а потому перед игрой все отключают и сдают свои телефоны, как того требуют правила. Ведь если во время партии у спортсмена зазвонит телефон, ему автоматически будет засчитано поражение. Роман из сборной города Якутска. Мастер спорта по шахматам и один из сильнейших игроков на соревнованиях. Он уже не в первый раз участвует на играх народов Якутии. Роман не потерпел еще ни одного поражения на этих состязаниях, но признается, что даже ему каждая партия дается нелегко. Здесь уже финал, 10 команд, состав очень ровный, крепкий, интересно играть. Пока удается побеждать, но соперники все достойные партии, получаются содержательные. Сами за ревнования претерпели некоторые изменения. Это позволило существенно сократить время. На этот раз составили положение по быстрым шахматам. А в прошлый раз, когда нам сыграли, мы играли по классической схеме. Но это было очень накладно, очень тяжело участникам. И они пять дней с утра до вечера играли, практически без отдыха. Явные лидеры еще не выявились на соревнованиях по шашкам. По словам судей, сейчас рано делать какие-либо прогнозы, так как здесь выступает множество очень сильных игроков. У нас здесь в этом турнире участвует 10 международных гроссмейстеров, 22 международных мастеров спорта и российской категории. Состав очень сильный. Мы не можем на сегодняшний день сказать, какая команда выйдет на педестал этого турнира. По итогам двух туров по шахматам, набрав по 7 очков, лидирует команда Якутска и Усалданского Улуса. Финал состоится 6 июля. По шашкам пока лидирует команда Верхневилюйского, Татинского и Чурапчинского Улусов. Финал пройдет 7 июля. Несмотря на прохладную колокольку, зрители дают жару. А у особенно подготовленных всех атрибуты настоящих болельщиков. Во второй соревновательный день Амма Алимп принимает легкоатлетов. На отборочном туре финальную часть прошли все звезды королевы спорта. Так чьи же имена войдут в историю седьмых игр? На 100 метров очень интересный забег будет. Вот у нас открытие этого сезона Айала Иванов, уроженец Белевского Улуса. В этом году выиграл у всех наших признанных лидеров. Не было никаких сомнений, что золото на дистанции 5000 метров завоюет Сардана Трофимова. Ну даже вот с погодой нам повезло с Тайером. Может это к Кургунам, как-то это холодно, а для старого Тайера вообще идеальная погода. Новая дорожка вообще идеальная, покрытие очень хорошее, не жесткое и не мягкое. На рекорте не работало, для меня это как проходящий старт. Не пришлось делать ставки и на дистанцию 10 тысяч метров. Здесь также было все ясно. Артур Бурцев не первый год защищает и приносит золотые медали Кустелданскому Улусу. Дорожка очень хорошая, бегучая. И во многих, ну даже у нас в Санкт-Петербурге на данный момент сейчас такой нет дорожки. Поэтому местным жителям из города Амги очень повезло. Я хочу до 22-го года добегать и в своем родном районе в 22-м году, если получится завоевать две медали и уже достойно уйти на пенсию. Самой престижной дистанцией в легкой атлетике считается 100 метров. Именно в мужском финале собрались все звезды. Интрига сохранилась до последней секунды. Я нацелено готовился. Скажем, как пришел на соревнования, готовый как на войне выиграть с целью. Конечно, немало средств, немало усилий было потрачено. Готовился, можно сказать, с прошлого года. С прошлого года был нацелен на победу. Конечно, отборочные проходили тяжело. Но надо было оптимизироваться. На 400 метров спринтер Михаил Руфов и на этот раз не уступил своей лидерской позиции, таким образом показав универсальность на коротких дистанциях.